Возвращение к истокам. Здание на Московской, памятник федерального значения, бывшая Трехсвятская церковь и, как думали, бывшее здание Краеведческого музея имени Воронина. Оказалось совсем не бывшим. Оно так и остается на балансе культурного учреждения. Требует немалых средств на содержание. Мордовская метрополия, которая по планам должна была получить его в собственность после переезда музея в новый музейно-архивный комплекс и ряда имущественных процедур, отказалась от этого. Попросила вернуть здание в первоначальном его виде. Но с этим сложно. Это помещение, оно в силу ряда причин остается за нами. И чтобы, конечно же, здание, которое было переделано, которое было приспособлено под музей, не пустовало, просто так не простаивало, было принято решение о том, чтобы сделать здесь музей русской провинции. Морально Краеведы готовы. И к новому ремонту с финансированием которого большие вопросы. И к созданию уникальных экспозиций. В фондах музея 300 тысяч экспонатов, которые могут проиллюстрировать самые разные страницы исторического прошлого региона. Концепция музея русской провинции на самом начальном этапе ее разработки. Но то, что рассказывает автор Дмитрий Фролов с коллегами, уже сейчас вызывает интерес. В замыслах представить города Мордовии в их общих чертах и значимых явлениях. Например, в Саранске мы обязательно покажем Саранскую ярмарку, о которой пензенский вице-губернатор, князь Долгорукий писал, что в Саранске вы найдете купить все то же самое, что и у Макарии, только по цене более скромной. Это лишь малая часть масштабной идеи. Музей русской провинции будет охватывать период с 17 века и до начала 20-го со всеми его яркими историческими эпизодами. Преобразования коснутся и Пугачевской палатки. Там планируют обустроить приказную избу. А в знаменитом холодном подвале с высокими сводами – камеру пыток. Интерактив получится незабываемый. Предполагаем сделать ремонт, провести отопление, провести новую электропроводку. Предполагаем расписать в стиле палатного письма 17-го столетия, ставить цветные стекла и сделать такую полноценную предхазную избу. Причем она будет сочетать в себе как экспозицию, так и интерактивную зону. Как скоро провинциальные картины воплотятся в экспозиции, говорить еще очень рано. Работы много, но похоже, что здание на Московской улице получило новый виток в собственной непростой истории – разделенной революцией и новейшими пертрубациями. Татьяна Бебинова, Александр Зюзяев. Наши новости.